На виноградниках золотой балки вновь веселье. Впервые в Балаклавской долине фестиваль молодого вина. На одной площадке собрались ведущие отечественные виноделы. Для гостей работали десятки фудкортов. Удержаться и не заглянуть в один из ресторанчиков было невозможно. Но не только хлебом единым. На фестивале организовали масштабную развлекательную программу. Работал детский уголок с аниматорами. Хотя малыши и так нашли себе весёлое занятие, они устроили бои соломой. Их было не остановить, и даже нашему оператору досталось. Здесь работал и мини-зоопарк. На импровизированной ферме можно было погладить и покормить овец, косы, баранов, покататься на осликах. Для любителей подвижного отдыха – танцы. На праздники прошло массовое исполнение сертаки. Неподалёку выступали диджеи, а на сцене – севастопольские музыкальные коллективы. На фестивале каждый мог пустить время вспять и совершить путешествие в эпоху Средневековья, стать очевидцем поединка рыцарей. Гости праздника могли не только увидеть, но и на себе прочувствовать, как это быть средневековым воином. Здесь организовали стрельбище для лучников. Кто-то только осваивал навыки владения этим оружием, другие же, напротив, вовсю демонстрировали своё мастерство. Здесь же показывали, как работает средневековое артиллерийское орудие под названием «Баллиста». Оно может метать стрелы на расстоянии 150-200 метров. В былые времена снаряды ещё и поджигали. Принцип у него то, что с помощью торсионов, резины, бычьих жил, в нашем случае резина, но вообще в оригинале бычий жил и верёвки накрученные, зажимаются два крыла, которые натягиваются с помощью ворота и фиксируются зубцом храповика. И потом, соответственно, щёлкается вперёд, крючок отпускает предохранитель, и стрела летит. 50 ящиков винограда, почти полтонны сочной спелой ягоды – и всё это для кульминации фестиваля. Для главного действа праздника подготовили два огромных чана. В них желающие босиком будут давить виноград. Всё, как в фильме «Укращение строптивого» с Адриана Челентано. Только соревнуются здесь не с техникой, а друг с другом. Участники разбились на две команды по 20 человек. Каждый по очереди залезает в чан и как можно интенсивнее давит виноград. На это им выделяется по одной минуте. По желобам сок стекает в сосуд. У кого в итоге получится больше жидкости, тот и выиграл. Но победа тут не главное. Соревнующиеся получали удовольствие от самого процесса. Нужно было сильнее и сильнее. Даже было очень приятно ощущение. Стало скользко, липко, красиво, вкусно, сладко. На самом деле это очень сильная физическая нагрузка. Понимаете? Оно, кажется, легко, но в течение одной минуты это очень, наверное, не меньше, чем труд у человека, который костит траву. Поэтому, с удовольствием, с другой стороны, у тебя всё у меня какие-то ноги мокрые. Это тоже странное ощущение. Но необычное. По крайней мере, мне очень понравилось. Я бы с удовольствием ещё раз повторил. Уже выдавленный сок пошёл на ещё один не менее захватывающий конкурс – битву виноградом. Жидкостью заправляли водные пистолеты, а грозья ягоды использовали вместо гранат. В этом состязании также две команды. Задача – не только максимально запачкать противника, но и добраться до белого полотна на стороне соперника и оставить там красный след. У кого грязнее баннер, тот и победил. Вот у нас команда разделилась на мальчишек, которые защищали наше полотно. Мы атаковали и наши ребята, младшие, с пистолетами. В общем, всё это дело проделали. Не знаю, кто выиграл. Но вообще весело очень. Необычно. Понравился этот запал, эта атмосфера. Это просто шикарно. Это драйв, это энергия. Вообще хочется второй тайм. За два дня фестиваль посетили около 8 тысяч человек. Среди них не только крымчане, но и любители винограда со всей России. Приезжали из Владивостока, Красноярска, Самары, Тюмени, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга. В массовом празднике приняли участие и иностранные гости из Италии и Канады. Главная задача таких событий – не только привлечь отдыхающих на полуостров, но и развить в Севастополе новый формат семейного отдыха – активного, разнообразного и запоминающегося. Собрать людей на концерт – это одно. Сделать так, чтобы люди приехали и отдохнули на целый день, абсолютно не закрепляясь ни за хедлайнеров, ни на какую-то конкретную тему. Сделать так, чтобы в долине среди виноградников тысячи людей отдыхали и наслаждались жизнью, в принципе. Наслаждались тем, что есть в Крыму. Потому что нам очень важно показать, что есть в Крыму. В Крыму есть и русичи, и исторический клуб, есть и воздушные шары, и виноделы, и рестораны. Турист может наслаждаться, а житель может гордиться. Одна из задач фестиваля молодого вина – продвижение гастрономического туризма в Крыму. Праздник сбора винограда в Балаклавской долине организаторы планируют сделать ежегодным.